Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать вам о ноутбуке Lenovo Legion R720 с процессором Intel i5 и видеокартой 1050 Ti на борту. Несколько месяцев назад у меня сломался старый ПК 2009 года на процессоре Phenom 2 и с видеокартой 450 MX. Эта машина предназначена обучительно для рендеринга видео и машинка старенькая, но справлялась неплохо. В связи с тем, что нужен был аппарат для работ, я решил выбрать себе ноутбук и купить просто внешний карман для дополнительных винтов, на которых хранятся файлы для видео. Выбрал я его по критериям, чтобы он мог легко справиться с видео и была возможность при желании проиграть в какую-либо игру на ультра настройках. Когда я определился с моделью, я пробежался по ценам, которые предлагают за него у нас и не смог найти, нашел только младшего брата Y720, который стоит дешевле, но и слабее на порядок. Далее я пробежался по другим магазинам и даже заглянул на американский NewEgg, где цена на эту модель была на 250 долларов дороже, а с процессором i7 дороже на 450 долларов. Поэтому решил покупать в Китае. На сегодняшний день у нас на рынке уже появились эти ноутбуки, но они стоят на 500 долларов дороже, чем я покупал. Доставили мне посылку за две недели. Была отлично упакована, причем в два пакета, внешне с пупыркой. Поставляется в обычной коробке с одной стороны, которой есть наклейка с техническими характеристиками. Характеристики следующие. Процессор Intel i5-7300HQ, 2.5 ГГц на ядро, 128 ГБ SSD диск под операционную систему, 1 ТБ HDD винчестер для других файлов, LAN порт на 1000 Мбит, дисплей 15,6 дюймов, Full HD IPS, оперативной памяти 8 ГБ, можно расширить до 32 ГБ. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ. Windows 10 китайский, Home версии, где не было возможности выбрать язык системы, поэтому пришлось переустанавливать, но думаю это уже умеет делать каждый. Что мы имеем визуально? Внешний вид ноутбука мне очень понравился. Он не громоздкий, стильный и не очень тяжелый, всего 2 килограмма 200 грамм. Конечно, если сравнивать с ультрабуком, то он тяжелее и менее удобный в плане эргономики, но не критично. И все же можно его взять в недалекую поездку, где не нужно будет его целый день носить на руках. Сразу же хочу отметить и блок питания, не громоздкий, и его тоже легко взять с собой, хотя и проигрывает в габаритах блоку от ультрабука. Но я покупал его не для поездок, а именно для возможности иметь под рукой мощную машину с редкими локальными передвижениями, так как для поездок у меня уже есть ультрабук. По поводу питания добавлю, что мне пришла китайская вилка, поэтому понадобится переходник, но лучше купить готовый кусок кабеля с евровилкой и пользоваться им. Я пока не менял, потому что у меня практически везде универсальные сетевики компании Xiaomi, но в поездку переходник понадобится. Они есть у меня, но я все же планирую прикупить кабель. Верхняя крышка матовая, имеет стильную форму, отпечатки пальцев остаются, но малозаметны. Внизу экрана расположены динамики, играют хорошо, звук достаточно громкий и хороший, мне понравился. Снизу радиаторная решетка и три прорезиненных ножки, которые приподнимают ноутбук над столом на пару миллиметров для хорошей циркуляции воздуха. Сзади мы видим радиаторную решетку с радиатором, выглядит круто. С левой стороны разъем для кенсингтонского замка, разъем питания с диодом-индикатором, гигабитный LAN-порт, USB-порт, порт для наушников с микрофоном и кнопка recovery, нажав на которую при загрузке мы можем попасть в ново-баттн меню. У других ноутбуков это меню обычно вызывается клавишами F8 и F9. С правой стороны имеем индикатор питания, USB Type-C, разъем для карт памяти, два USB-порта и HDMI-порт. Клавиатура без русских клавиш, но мне они не нужны, очень приятная, нажатия приятные с легким откликом, практически бесшумная. Есть два режима подсветки, средний и яркий, переключается путем нажатия на кнопку Fn и пробел. Это отлично, так как раньше, работая в темное время суток, мне приходилось направлять лампу на клавиатуру. Теперь таких проблем нет, отлично и приятно работать. Кнопка питания вынесена отдельно, это плюс. Тач-панель перенесена влево и это решение мне непонятное, я считаю его неудобным. Но с некоторыми оговорками, о которых я расскажу в конце видео. Экран отличный, сочная картинка и даже на 50% яркости она остается сочной. В солнечные дни на улице я не успел попользоваться им, но уверен, что видно будет отлично. Мне вполне комфортно работать на 50% яркости, которую можно добавить или убавить в случае необходимости. Батарея несъемная, на 45 тысяч мегаватт час, хватает при смешанной работе на 4 часа с мелочью. Но если играть в игры, то это время существенно уменьшается до 3 часов, учитывая мощь устройства, считаю более чем хорошо. Итак, на ноутбуке работает абсолютно все без каких-либо притормаживаний, причем можно запускать много задач одновременно. Понятно, что процессор и видео будут справляться, но для меня было удивлением, что справляется и оперативная память. Когда я запустил на обработку видео в Sony Vegas, был запущен небольшой проект в Adobe Photoshop, браузер с множеством вкладок и все работало отлично. Свернув все, я просто запустил Battlefield 1 на ультра настройках и около получаса спокойно поиграл, наслаждаясь графикой. Ни одного момента приторможения не было. Танки HD версии на ультра настройках также работают, выдавая до 69 фпс, не опускаясь ниже 44. И именно играя в танки, я понял, зачем смещена тач панель влево, потому что так удобнее играть в такие игры, как танки без мышки, приближая и удаляя прицел большим пальцем левой руки и правой. Ну и возможно еще какие-нибудь другие нюансы, именно предназначающиеся для игроманов. По поводу охлаждения ноутбук работает тихо, даже при сильных нагрузках. И за все время его использования я не дошел до момента, когда вентиляторы бы работали на максимум. Но узнать, как это будет слышно, можно с помощью приложения, которое устанавливается с драйверами. В нем есть много интересных настроек, а также можно вручную включить охлаждение на максимум. И давайте послушаем, как это будет. Подводя итог, могу сказать, что ноутбук мне очень понравился. И каких-либо критических изъянов я не нашел. Команда Lenovo отлично поработала с дизайном. Лично мне этот дизайн очень нравится. И ноутбук не выглядит монструозно, как другие игровые ноутбуки. Как раз выглядит между мощью монструозных машин и уточенностью легковесных переносных ноутов. Золотая середина. Но не только дизайн, железо тоже на уровне и выкладывается на максимум. Вы знаете, обычно ты привыкаешь к чему-либо через несколько месяцев использования. Я же использую его уже около трех месяцев и честно не перестаю им восхищаться. Уверен, что запаса его мощности хватит мне минимум на несколько лет. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок. К сожалению, видел. Слушайте, мы собираемся уничтожить орудие умельницы. Ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и до новых встреч и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok